Старая царская Россия Старая царская Россия И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо Советская власть объединяет народы старой царской России воедино Советские войска освободили Харьков и Киев И что же? Народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной Советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи Красные полки освободили Ригу и Вильно И что же? Народ латышской, народ литовской, народ белорусской Стремятся ли они отмеживаться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского честного союза И то же самое произойдет завтра со Сиангией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление к соединению своих сил Там и была железом и кровью скованная царся империя Там было вместе с тем в глубинах народного сознания Стремление к братской свободной жизни Без вражды, борьбы и свары одной нации с другой нации И ныне трудящиеся люди, получившие припосредствии советской власти свои руки управления государством Они строят новую советскую федеративную Россию И эта новая советская Россия протягивает свои руки рождающейся Германии И будет во всем мире единая Советская Республика всех народов Слово народного комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого Слово народного комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого